Ну что же, друзья, Дота 2 Champions League 10 сезон продолжается, Рунитерс против команды Чипсы, матч продолжается, Бестов 3 противостояние пока что, Рунитерс выигрывает 1-0, но на второй карте, вероятно, все может поменяться и Чипсы все-таки свое возьмут. Джем, согласен? Нет, надеюсь, надеюсь, что интрига у нас будет, но, если честно, верится с трудом, ну, по, скажем, совокупности многих факторов, драфтят неплохо, да, уже драфт смотрится у них очень хорошо, то есть, и в целом на линиях, ну, ладно, на линиях плохо стоит, я пытался, как говорится, пытался, ну, реально, ну, по-хорошему, если объективно посмотреть на то, что происходило на первой карте, по линиям стоят слабо, да, там, в каких-то моментах, опять же, только за счет драфта у них был шанс перевернуть на прошлой карте, за счет ошибок, в первую очередь, команды Рунитерс, но если Рунитерс будет играть, там, близко к 100% исполнения, то шансов очень мало будет. Посмотрим, что будет на второй, опять же, не буду загадывать. Для меня пока Чипсы, конечно, послабее, в разы, на голову, наверное, слабее, нежели Рунитерс. Ну, по исполнению, да, есть, конечно, очень много всяких ошибок, и в макроплане, и в микроплане, да, то есть, и на линиях очень много всяких косяков, и кнопки иногда нажимаются очень странно, но драфт действительно, вот, и даже сейчас драфт не самый, что, я бы сказал, что он не самый плохой. У него, у них хороший драфт на данный момент, все еще, как бы, претензии ноль, опять же, есть ТБ, хорошие жесткие кэри, есть парочка, хотя ДПшка, скорее всего, тройка, да, здесь будет? Ласпиком четверка, что ли, у них появится? Я не уверен, просто, куда они ДП отправят. Ну, инвокер, понятно, взял центральный коридор. Наверное, все-таки тройка ДП, и Ласпиком должен саппорт какой-то появляться для этого героя, либо ДП-4, но ДП-4 тоже интересно будет посмотреть. Ну, не уверен. Ну, до П-4 очень редко у нас появляется. Ну, да, это прям что-то такое, нонсенс какой-то, я бы сказал, вот, в плане выбора героя. Снизу, опять же, все по мете, Марс, Кмирана, Тинни, Гримм, то есть, причем Гримм пока, возможно, еще непонятно, с кем он будет стоять, потому что нет, герой, я так понимаю, на легкую тени, скорее всего, на мид пойдет. Угу. Тинни мид. Ну, Хейс может на медовом тени, понятное дело, постоять. Ну, как-то мне, мне вот просто очень не нравится Тинни именно в центре, он очень редко... Не знаю, мне кажется, против инвокера нормально себя чувствует герой, то есть я, опять же, именно если братья противостояния этих двух героев, я думаю, что у Тиннис фарма вообще не будет проблем. Ну да. Просто идеально все будет. Не, ну, на лейне-то понятно, да, то есть на стадии лейнинга у Тинни все хорошо, очень, ну, наверное, в 80% случаев у Тинни все классно. Но, опять же, по игре, вот, активные герои, они очень часто теряются, да, и Пак в прошлой игре в один момент тоже потерялся немного, и Тинни с вот этим дайгером очень часто становится такой проблемной двойкой, потому что он вроде как что-то полезное делает, да, но не так много, как хотелось бы. Посмотрим, посмотрим, как будет здесь. Чипсы должны сейчас себе добрать что-то. С морфинга, кстати, не забанили. Чипсы по какой-то причине. В теории может на каре появиться. Либо же... Либо же какой-то стрелок. Всех стрелков уже забанили. Да, дровка Медуза минус. Просто под гримстрок и на линию героя какого-нибудь взять было бы неплохо. Ну, вообще, сразу почему-то в голову Джагггернаут приходит, но Джаггер против ТБ... Такое... Нет, если уже выбирать между Джаггером и... Морфлингом, я бы выбрал морфлинг. Ну, да-да-да, это точно. Это прям 100%. Морфоблейд, вот это вот все. Хотя, кстати, морфоблейд очень редко у нас выходит в последнее время. Вообще, Этериал же почти не покупают у нас на единицы. Они, в принципе, его не покупают, потому что Этериал поменял свою сборку. Этериал теперь больше для Мэджик все-таки. Героев у нас появляется. Ладно, чипсы. Что-то нужно добрать себе. Я сейчас... Мы поймем, куда ДП-шка идет. Но пока ДП-шка, мне видится, как тройка, ну... Здесь. Вот, и по идее, четверка должна появляться какая-то. Ну, не факт, не знаю. Посмотрим. Ну, Панга на четверке еще более-менее, ладно. Да, Панга тоже герой такой. На четырех позициях может играть. Эмбер спирит. Рунэтерс так, но и здесь кто-куда пойдет. Хей, Смит. На эмбере, да, Тей-2000 на Тинни. Все-таки Кэрри Тинни, да, решили сделать? Я почему-то думал иначе, причем на самом деле даже чипсы думали так, что... Скорее всего, Тинни пойдет стоять именно в центральный коридор. Но так тоже неплохо. Почему бы и нет? Слушай, напротив ТБ Тинни... Трудно. Опять же, на темпе, на темпе Тинни может развалить здесь. У Тинни в какой-то момент времени может появиться столько дэмэджа, что даже ТБ он может убить. Но опять же, если вдруг игра затягивается и ТБ в этот раз на линии получше постоит, не как на Медузе было на первой карте, а что он реально пофармит, с хорошим нетверсом выйдет, там, лес и так далее, он может здесь очень хороший бой дать. Но против него достаточное количество героев. Тот же Гримм с Портретом тоже держим в голове, да, там, теоретически, может быть, может оставить проблем, там, условно, Портрет с ТБ убьет, там, саппортов точно, команды чипсы. Портрет, да, Марс тоже не самый приятный герой по игре. Потому что арена, если хорошо будет поставлена, ТБ очень не спешит всегда с Блокинбаром, поэтому, если хорошая арена будет дана, то ТБ не сможет бить вообще. Это тоже как вариант. Много-много опций у Рунитер здесь помешать этому Терблэйду. Посмотрим, получится ли. Все-таки тройка Пангольяр, судя по тому, что я успел увидеть. Ее же таблетки на Уфлэйне стоит, да? Да-да-да, таблетки. Таблетки или таблетка? Таблетки. Ну, у него две Е, соответственно, это И. Ну да, таблетки. Таблетки. Да, примерно такая вот установка будет еще. У нас по итогу пятерка Death Profit и... Подожди, я запутался по саппортам. Так, это ДП-4? Это ДП-4. Все-таки 4 ДП, я понял, все. А что, думаю, наши друзья из Минлайн, кстати? Считают, что безоговорочный победитель этой серии, с вероятностью в 10 и 0, это Runeter's. Ну, ну, причем это 10 и 0, это уже такой коэффициент, который, как правило, похоронен. То есть, на чипсы 10 и 0, 1, 0, 2 на Runeter's. Вот, шансов очень мало, наши друзья из Минлайн. Но зато, зато дают вам 2000 рублей фри-бета. Но при одном условии. Если вы нажмете по баннеру по трансляции прямо сейчас, перейдете по нему. Условия, кстати, очень простое, так что используйте. Ух ты, смотри, что там в Миде происходит. Ну, вард под угрозой смерти, я бы сказал-то. Причем, я в свои же бьют. Ну, так набили, чтобы потом задинаить было проще. И отдать. Как же долго они с этим бордом возятся. И Death Domain тут тоже стоит, то есть, он не хочет, чтобы кто-то ушел. Мэстро пытается забрать руну. И все-таки динаить. ЕМП сразу дали. Ну, такое. Манарегин у Сомпи довольно маленький. На инвокере. И при этом две руны забирают. Вот. Сейчас и посмотрим, на самом деле, более пристально на мидера команды Чипсы, насколько хорошо на инвокере постоит против Эммера. Потому что, как по мне, лайнап довольно комфортный для инвокера должен быть. Ну да. При условии, если ты всем попадаешь, конечно. Постоянно есть торнадо, который сбивает флэмгард. Есть еще и контроль в виде колдснэпа, который не даст просто так уйти на ремнанте. Ну да-да-да, тут, конечно. Много опций инвокерам. Поэтому будем смотреть. Линия в топе. Тей-2000 на Тинее и Маэстро на Гриммстроке против Пангольера от Таблетки и Дез Домейн на Бене. Такая линия, на самом деле, довольно... Да, вообще, Тинее очень не любит Пангольера, в принципе, по игре, за Лакишота. Да, это правда, но Тинее очень комфортно стоится в плане... Плоски-то, как правило, на линии. Да, вначале ты достаточно резин за счет того, что тебе надо арбора, но у тебя есть ветка, которую ты берешь. И в целом добивать Динайд крипов вообще не проблема. Да, еще и можно сгонять героев. С линии вот Таблетки сейчас, например, получают очень много дамэджа по себе. Конечно, Шилд Краш впитывает, но приходится использовать все Танго, которые были. Остается 4 стика, и Регенчика осталось очень и очень мало. У Тей-2000 еще Танго, у Гриммстроков Ласка. Ну, тут Домейн тоже с Лаской дает Реген Таблетки. Ладно, в боте. Клауд и Эрроу. Опять же, Марс сигнатурная от Клауда, Эрроу сигнатурная Мирана. Ну, против ТБ и Дэс Профит. Вообще интересно, почему, что Вячеслав как бы сел, по сути, на пятерку ДП. Ну, а это часто явление. ФНГ, например, так любит играть. Играл. Ну, и сейчас, наверное, тоже поигрывает. Потому что, даже несмотря на то, что там, словно, номинально это 5, ты можешь пойти на линию, то есть, к тройке своей ставить. Ну, словно, чтобы синергия была по героям. Вот. Но все равно должен будет отыгрывать роль пятерки здесь, по идее. Им надо покупать, там, и так далее. Миди, кстати, очень мало хп у Инвокера осталось. Неплохо тут пробивать Хейс. Хейс вообще продушку устроил на лайне. Инвокер будет сложновато. Бейн очень сильно поддушили. Те, две тысячи. Подинг с Велом. Снес ему весь столб хп практически. Конечно, там Брэйнса подхилил немножечко. И тангусики работают, но, тем не менее, неприятно. Весь регент теряют. А те, две тысячи спокойно стоит. Да, в центре продушка, но Хейс, опять же, здесь и Сомпи нормально добивает пока крипов. То есть, по дунаям, конечно, очень много у Хейза. Опять дунаев на такой линии не самая лучшая история для Инвокера. Но, тем не менее, тем не менее, можно стоять. Можно все-таки как-то качаться. Что у нас в боте, Вячеслав, напрягая Тейру. Вообще, сейчас тени может ворваться. Здесь так-то. Под Эволенш и можно попробовать фраг сделать. Хотя Шелд Крэш нормально же. Все-таки погибает первым у нас грим. Братей, две тысячи уходят, пытается как-то под Крипвейв. Получается это сделать. Да, Бэйн пока третьего левела не получил. Даже так, он с Брайн Сапчиком опасный противник. И тем более Тинни, смотри, идет в такого более активного, наверное, Тинни. За счет того, что у него есть Аваланч двоечка. Все, нанимок себе дерево. Что странно, на самом деле, на единицы тени. То, что редко, когда берут именно Аваланч. Ну и хочется отметить, конечно, 11 динаев удаются на бот-линии. То есть, вот в этой игре ТБ фармит пока очень-очень хорошо. Да, да, в этот раз на легкой линии прям все шикарно. Но, с другой стороны, время все расставить на свои места. То есть, на линии ты можешь очень хорошо стартануть, но потом парочку фрагов, парочка выходов. И вот ты уже не на вершине, как говорится, пищевой цепи. В миде. В миде, кстати, может быть сейчас драка, потому что здесь Миранов позиция. Так. Чейны в двойку. Нужно связать инвокера, попытаться как-то. И еще, чтобы он был не под крипом. Связал. Хорошо. И стрела. Великолепно. Левую часть как раз. От этого плащика инвокера летит. Спокойно его забирают. Хороший выход. При этом Клауд еще получил себе какой-никакой экспорт. С брасерочками его тут не забрать. Четвертый левел имеется. Так что выход получился действительно прекрасный. Ну и в топе Ти не фармит. Да, я вот говорил про 11 денаев от Перблейда. И столько же денаев как раз сейчас с УТИ 2000 имеется. То есть, экспой он довольно много отжал у таблетки. Угу. Это так. Это так. Ну что ж, эта карта пока гораздо интереснее в плане старта. Относительно прошлой. Но глобально ничего не поменялось. То есть, в целом все фармят, все хорошо. Нет такого жесткого разрыва, как вот на прошлой карте, когда ты видел сразу топ-3 нетворца, допустим, команды. Руин Литерс. Единственная проблема пока что, это то, что немножко Марс выпал там по фарму. Но это опять же за счет того, что талина сильная у чипсов. Угу. Да, все минуты. Эррр. Эррр. Успевает окружать. Живет, живет. Там еще два. Здесь нормально. При этом вообще клава. Клаус сейчас может погибнуть отбежать. Стрела. Стрела не попадает. Да и клауд. Последняя дычка. Да, все-таки забирают клауды. Из минусов. Из минусов, конечно, то, что все-таки Вячеслав забрал фраг. В идеале было бы, конечно, таба дать, но там и так понимаю, выбор уже не было решено. Да, клауд довольно быстрый, поэтому он под товар довольно хорошо мог идти. Опа, стрела. Как такой урон, враг, уже не дает пушить линию. Хейс нажимает ДДМ. Выход в центр был от ДСД Мэйна. При этом, ничем не увенчался. Ахейс спокойно фармит. Четвертые. Нет, пока третьи листы. Вот как раз вот такой инвокер квас векса не работает против фейса. Под Сандер опять нападение на Клауда, но Клауд вот растушевает. Формы нету ТБ, он просто завязал Сандер, установил себе часть ХП. Кстати, интересное явление, да. Обычно Сандер там, как правило, не качает крана. А в топе? Тейни сейчас может погибнуть. И тени под вышкой, дерется, все-таки забирает Бэйна здесь. Но сам погибнет даблкил в итоге делает пангольер. Да. Слушай, так старт теперь за чипсами. Ой, пангольер-то, блядь, аккуратней. Четно получал орехов от вышки, конечно, религично. Он остается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он бежит, убежит, нормально. Не дотянется, не дотянется. Он умер. Он просто умер? Он просто умер. Бывает такое. Возможно, на копье попал. Надо посмотреть по рекапу, возможно, так оно и есть. Ну что ж, старт очень хороший на второй карте от чипсов. То есть тысячи голды уже за ними. ТБ продолжает фармить замечательно. Ну, и пока я бы сказал, ситуация неоднозначная. Ну, ладно, это опять же. Пока только за линиями смотрим. Как там будет сейчас вот с передвижениями вопрос хороший. Ждем отключения Эмбера. Потому что Эмбера покажет хороший Нетворс. Вероятность того, что сейчас под какую-то руну перетянется какой-нибудь на сайт-линию крайне велика. Просто вообще, в моем понимании, если бы здесь был, ну, там, условно суперскилловый керри у нас из какого-либо региона, да, для ТБ это фришная игра. Ты фармишь лес, вывозишь себе первые там Саши, Яши, условно, БКБ с Кадди что-нибудь такое. Идешь, дерешься с Тиней, Тиней тебе вообще ничего не может сделать, потому что ты довольно плотный, у тебя куча и людей, которые сейчас с Кадди пробивают, там, забирают датамейна в краем. Но, тем не менее. Опа! А вот ТБ сейчас может и отъехать. Боится Сандера Клауд. Правильно делает, но у него есть щит-копье, поэтому ТБ тоже лучше не подходить, как говорится, на расстояние выстрела. Вроде как радиус копья подальше будет, чем Сандер, поэтому можно и погибнуть. Сверху забрали около руны, в итоге Бэйн, это там, борьба была за руну, он просто переместился, там, поцепили. Страшно, там стакается лес уже потихонечку на будущее от команды Родонтерс на треугольнике ЭРО, этим вопросом занимается. Вот. И интересно, кто это все дело пойдет фармить? Дойти не оставляют, наверное, да. Дени вообще интересный билл, сразу муж шарт себе собрался собирать. Как тебе? Опа! Ну вот они подъехали. Может быть, не тот шарт нужен? Другой. Перепутал. Скорее всего, Рохолдор. Меняют. Так, Панголер сверху готов катываться, нападают там на Кауна Бэйна. Успевает, наверное, продолжать домейн, сломать. Нет, 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 на, господи, на гримстроку потерялся немножко, но грим погибнет, даже если без шансов для него. Соларинг на тени. Кстати, предмет довольно больших, скажем так, внутренних споров комьюнити. Нужен ли вообще этот соларинг на тени? Активного даже. Потому что насколько он профитнее, чем взять себе быстрый, быстрый эко-сейбр и регенитману точно так же. И с кларетками еще один, их мало в домашек. Не знаю. А, опять же, видение у игроков может отличаться в плане сборок конкретно одного героя. Поэтому, может быть, сейчас ему шарт появится. С огромным удовольствием на это посмотрел. Новая мета все дела. Так что такое. Так, кого там проблемки? У Хейззану Хейзз убегает. Там еще ирон регена. Ой, ее избить не успевает. Там тычка пролетела. До конца, до конца. Мансир Хейзз пытался все-таки. Завейте себе, чтобы не сбили ему реген, но не получил. Снизу. Тройное нападение на Das Profit, может быть. Либо на кого-то еще. ДПшка спалилась под арену. Поймали ее. Ну, кстати, долго забирают. Торнадо неплохой, залетает от инвокер. Это фиаско сейчас будет. Клауду нужно убегать. Здесь ТБ просто. Да-да, они сейчас умрут. Минусы, РО, должен быть, РО погибает. Мастер так, что погибает. Клауд тоже минус. Тот самый Rush 3D Gang. Под вышку. Ну, это реально... Это вот то же самое делали чипсы в прошлой игре. Шли под вышку за кункой. Здесь это делают Рунитерс за ДПшкой. Тоже не самый лучший таргет, я слышал. Да, мне это стоить, возможно, будет в вышке сейчас. Или нет? Глиф прожали. Нужно катапультику стрелить. Эх. Бангольер на ход, врывается. Но немножко по таймеру не успевать здесь. В итоге бы за эту жизнь поплатилась ДПшка. Ой, что за... Жестер. Не, нормально, нормально, нормально. Они хотели рассчитать, и они увидели одно ТП, но не знали, что до этого было еще одно нажато, поэтому второй игрок там летел, летит, летит просто дольше. Они хотели прям знать, чтобы в идеальный тайминг попасть, когда игрок появится, чтобы сразу подключить эту гарьеру прицепить. На самом деле, хорошо хотя бы, что ТБ снес вышку в топе за этот момент. Я 2000 здесь не стал Финсгрим тратить. Житомейна может не хватило даже рунжа. Ну и там форма не была, ТБ, поэтому решил аккуратнее сыграть. Да, 3000 преимущества у чипсов. Чипски-то такие неплохие оказались в этот раз. Это правда, там в Миде, возможно, драк сейчас будет, но что в самоках подтягиваются рун и торс. Спрятался Бэйн в спину, правда, так же может быть и так. Торнадо попадает, но попадает так же и стрела. Проблема у Маэстро, проблема так же у Дэс Профит. Разменяли саппортов, но пунголиер здесь. Тили, кстати, набегает. Ну, такое-такое. Вот еще по ДД сейчас наваляет Эмбер так-то. Как бы сейчас Бэйн не погиб такими темпами. Сейчас еще не фисты. Ладно, не так много урона. В этот бы драфт, конечно, котла. Сейчас бы было бы веселье. Ну, это новая мета, я же говорю. Великолепно просто. Окей, окей, интересно. Интересно тени с Муршардом без Аганимшардом, как раз Хейс. Пытаясь уйти в ТБ. Аганимшард, скорее всего, будет у него следующим артефактом, но чуть позже. В это время там у Бэйна. Бэйна проблемки, он тут расстреливает Эррол и Бэйн должен погибнуть. Вряд ли ему дадут уйти. Конечно, мансует, мансует до конца. Очень много времени выигрывает, на самом деле. Там все время в тебе 2000 еще и МП залетает, но заберут Бэйна. Но долго, долго. Ну что ж, по итогу этих 13 минут у нас изменились коэффициенты. Причем в положительную сторону для ребят с команды Чипса. Потому что уже 1.08 на Рунитерс и 6.0 на команду Чипса от Винлайн. Все еще слабо верят, но это уже не 10.0. Правильно? Так что камбэк небольшой в плане коэффициентов имеется. Но, тем не менее, мы пока видим, что планку в 3000 золотых Чипса не могут преодолеть. То есть, там, даже отыгрывать потихонечку начинает уже Рунитерс. По вышкам пока ровно разменялись. Выпады плюс-минус равные, да, получаются. Потому что 9.7 по фрагам. Ну, вот только ЭТБ ярко выделяется, опять же, за счет того, что очень много имеет. Да, ЭТБ выделяется, и у Пангольера все хорошо. Инвокер только вот... О, Инвокер, кстати, через Оркет, быстро. Интересно. Домейн нашел хостул. Это тот самый билд, помнишь, когда была мета четверок инвокеров, которые собирают там урну условно, и сразу же Орчет. Ну, да. Ну, здесь Орчет, в первую очередь, против Эмбера, судя по всему. Кого тут еще ловить, просто непонятно. Бэйн забирает там. Ну, Эмбер соберешь же себе Блокинг Бар в этой игре, наверное, да? Да, по идее, должен. По идее, должен. Ну, либо Блокинг Бар, либо какой-то Юл, что-то, что сбивает Сайленс в любом случае, потому что есть диспрофит. Но идеально, конечно, БКБ против Пангольера. Так что, да. Ну, что ж, Денис, двумя шардами. С Муншард и Аганим Шард. Интересно. Я просто не так много смотрю в последнее время хайлевел пабликов. Я обычно там рубаю какие-то нарезки, там, ну. Знаешь, периодически погрязывают на фоне, но сейчас у вас перестал. Возможно, это реально какая-то новая мета. Ну, такое. Я бы не сказал, что это прям какая-то супер новая мета. Я видел это на один раз, только где-то в паблике. Но, опять же, один раз такое, такое. Маловато. Ну, Муншард действительно куплен Хейс. Вот его поймали на Сайленс неплохо. Он не может пока что уйти и Эмп, и так же ему взлетает. Еще Эдивиджу Блейд от таблетки работает. Минус Эмбер Спирит. Ужаса вышка. Саша, Яша есть. У Дэйлса там, тем временем, Клауд пригласил Бейна. Забрали Бейна неплохо. Таблетки раскатываются очень классно. Торнадор срабатывает по Айроу. Пытались здесь как-то зацепить миссинг-гальером. Кого-то цепляют, но под самый конец ролен Тандер. В итоге падает еще и Клауд. Я не думаю, что это два успеют забрать, если честно. Несмотря на то, что форма из-то ТБ и экзорцизм. Просто на всякий случай решил прожать. Ну, видимо, там. Пока отступают просто. Да, хорошая очередная драка. Забрали Эмбер, а Эмбер вообще не ожидал, что там Сайленс уже, видимо, готов как-то подрасслабился. Но пока себе молнии собирают, но ему реально нужно какой-то сейф на будущее. Потому что Сайленс всю игру его будет очень сильно напрягать. Во-первых, там два Сайленса ДП-шка, тоже не забываем, который неприятно накидывать. Есть контроль сквозь блокинг-бар, поэтому многие скажут, что вроде, ну, какой смысл собирать. Ну, блин, это один контроль. Зато от всех других неприятных вещей ты избавляешься. Покупка одного артефакта. Я про БКБ. Ну да. Не, одно дело, когда ты играешь против Фейслос Войда, Бэйна и Бисмастера, условно. И другое дело, когда ты играешь против одного Бэйна. Ну, не особо-то влияет. Финскрипт номер спирита. Но все равно поймает, если захочет. Ты же не больше собирать и Линкен сферу, там и так далее. Ну, а сегодня и защитишься, это понятно. Но там отчет подстрахует тиммейта. Ну, то есть тот же ультимейт Бэйн испалил смог атаку сейчас инвокер. Должны, ты понимаешь, там в центре стоит, поэтому инвокеру тоже надо быть подправленным. О, все нормально. Кто поставился, Бэйн подставился? Бэйн получит стриму. Сейчас урона не хватает. Урона немножко не хватает, не хватает. Там еще привязка залетает. Панголер правда вырывается. Получается, Аленс, поставляется. Марс! Марс умрет. Ну, Фиддит, откровенно говоря, сейчас Рунитерс. Но, с другой стороны, можно сказать, что это Спейс. Спейс для Тинни. И продолжает фармить. У него уже есть два шартика. Все, два шарда есть, можно и поесть. Там в это время с Банголером все-таки разобрались, кстати. И не такой же плохой размен получился в миде, да? Потому что до этого у тебя получилось, что Бэйна разменяли на тройку, но в ответочку вы забрали вражескую тройку. Кстати, нашли здесь еще Керима. Вот соло-фрагу и сейчас от инвокера. Но в это время находит также и Дес Профит. Она получает стрелу под вышечкой в миде. И-е-е-е! Двойной Старшторм, тычка, и она погибает. Нужно уходить. Поймали Мирану. Мирану не надо отпускать, да. А Бэйн не жалеет даже ультимейт. Ну, почему нет? Если есть такая локция. Нажать кнопку, сделать фарк. Ладно, ждем пришествия Тинни. В драке. Потому что пока что Тинни игнорирует вообще все замесы. Хорошие. У нее стата 0.1.1, если посмотреть. Просто продолжает фармить. Но маншард-то имеется, нужно выйти куда-то. Какой-то минус дать. Непонятно, за счет чего ему выходить. Опять же, ему реально нужен блин БКБ. Чтобы врываться нормально в драку. Может, это конкретно мента, кстати, против ТБ. Я задумался, может, просто именно против Терблэйда. Это хороший предмет, чтобы быстрее иллюзии разбивать на ранней стадии игры. Я думаю, что просто хороший вариант, чтобы не оставать по фарму, наверное. В первую очередь, за счет большой скорости атаки и хорошего сплэша, реально фармишь быстро. В этом плане, наверное, работает. То есть, это как баталл. У него вообще очень хороший набор артефактов. У него еще и Бриганс Блейд. То есть, вообще шикарно. То есть, если на другого, любого кора, ты покупаешь какой-то баталфьюри, молнии, что-то из этой серии, то те 2000 решил взять именно маншард, потому что, ну, тенику. Не тот, не другой артефакт особо не нужен, а вот маншард очень полезен на любой стадии игры, действительно. Да, классный решение. Смог-атака. Смог-атака от команды Runners. В свой лес они идут. Спины могут сейчас выйти. Там вроде как Т2 хотят забрать. Тинни летит. Тинни могут найти. Инвокер найдет сейчас Тинни. Или не найдет. Тинни под мулашедов. Выходит рассказ. ТБ не могут забрать. Увы, Салин залетает. Покатился в пангольер. Стрела не попадает. Ставится арена. Нужно ТБ забрать. До Сандра. ТБ до Сандра. ТБ до Сандра. Не забирают. До Сандра успевает Сандра захистовать. Ой-ой-ой. Синяя. На самом деле неплохая драка. Потому что все еще живы. Феймер Спирит. Очень много наносит дамаджа молниями. Уходит Инвокер отсюда. Гримстрок также должен пытаться отступать. Не перелетает через Кайгран. Пытается уйти по деревьям. Мансует, мансует, мансует. Гримстрок. И получается смансовать. Еще и под гольеры заберут на развороте. Они дерутся с ними просто. Инвокер не успевает X-Files работать. В итоге Инвокер отступает. Пока что Дэс Профит все еще под экзерсистом. Теннис Блинком. Теннис Блинком готов врываться. Он только-только себе его донес. Здорово, Инвокер. Наверное. Красава. Они не размансовали эту драку. Это просто жесть. Там хорошая арена была. Не повезло немножко то, что ТБ не смогли забрать до Сандра. Если бы они забрали что-то, вообще бы шикарная драка была. Но и в целом бы хорошая драка получилась. Потому что все преимущества, которое было у чипсов, оно растворилось. Буквально за один замес, собственно. И осталось прям совсем много. Тенни... Все, он практически догнал ТБ. Сейчас будет фармить себе дальше артефакты. После БКБ, наверное, на дэмэдж максимальный. А повезло, что еще Тенни выжил на самом деле. В последней драке там на каких-то лох и ПО он успел убежать. Как-то отпустили его. Надо было добивать, конечно, по-хорошему чипсам. Скади готова у ТБ. Скади появилась, да. И вот как раз с приобретением этого предмета можно попробовать в команде чипсов что-то придумать. Видите, куда-то под, опять же, Роллин Тандер поиграть. Потому что даже без экзорцизма есть Финс Грипп. За счет которого можно этого Тенни пока что держать. Если не как Рунтерс не смогут это все дело сбить, Тенни может вообще никакого урона в драке не внести. Но нужно... Нужно, конечно, позиционку хорошую иметь. Потому что... Нашли Марса в лесу. Лауч умрет. Да. То есть, грубо говоря, там в топе еще драка, от чего сложилось очень классно для Рунитерс. От того, что имелось... Имелись ревнанты у Эмбера, который просто влетел под Эмсвелл. Вот это классно очень было. Забирают Рошана, чипсы, под форму. Очень быстро Рошан падает. При этом Рунитерс никак не отвечает, не забирают никакую вышку, ничего не делают. Она не успеет уже никак за это у Рошан даже побороться. Ну окей. Это первый пока Рошан. Страшно. Ну, может быть, сейчас попробуют подраться с чипсы, пока у них ОЕГО. Пока форма действует. Так-то мы видим, что Эмирану могли в теорию подцепить. Он там Бэйн бежит, если что в Инвизи в спину. Стрела залетает на Рулап. Бэйна нашли. Бэйна нашли. А его тут увидели на Сентре, да? Судя, да, Сентра стоит на ХГ. Засекли, как говорится, Инвизера. Так, ну и вот так уже можно вышку забирать даже, не бояться, потому что формы ТБ нет. Да, и забирают вышку. Тейдер пищил, нормально ломает. Тейдер тени как бы славился всегда. Это его одна из лучших черт, так скажем, как Кори, как Кора, персонажи, как Кор персонажа, потому что вышки. И вышки инвокеров ломает просто на раз-два, как мы видим. Жесть. И БКБ скоро будет, кстати. Да БКБ уже, по-моему, там у него рецепты в карьере. Да, у него рецепт в карьере у него сейчас будет БКБ. Летит этот предмет тени, и с ним драться можно даже против ТБ. Даже против ТБ в форме, потому что ТБ пока очень легко как-то подцепить. На копье Марса, на какие-то Ремнон плюс ХВЛ, что-то такое. То есть контроля предостаточного. Руны трасс, главное все нажать. Ну, кстати, тем временем коэффициенты снова изменились от наших друзей из Минлайн. Если так посмотреть, 11-0 уже на команду Чипсы и 1-0-1 на команду Рунитерс. Интересно, будет ли 12-0? Собственно, также не забывайте, что вы можете получить 2000 рублей фрибета, если перейдете по баннеру под нашей трансляции от наших друзей из Минлайн. Также обязательно используйте. Так-то 11-хат это много. Да, был глюкок. Займите. Но это для этого Чипсы должны сейчас выиграть. А чтобы выиграть, нужно, конечно, очень-очень постараться против этого теника. The Cloud там тоже. Не, Cloud, кстати, какой-то вот пока не особо богатый. У него Огракс и Митрилхаммер. БКБ до сих пор нету. Вспоминаем еще о том, что Брейсер сейчас начнет работать гораздо лучше. На 25-м минуте. Да, периодически забывай, на самом деле, это изменение. Вот. Хорошие, хорошее изменение, потому что теперь не приходится избавляться наших таких отначальных артефактов, ты их носишь с собой достаточно долго. Струксис, отступает. При этом топ падает. Очень активно. Там-то 1-102 все-таки размер вроде как повыгоднее для Чипсов снизу. Тушка-то можно отдать, хотя наверх летит Бейн. Возможно будет слип, но тут рядышком грим. Постраховать, да, отлично. И сейчас Бейн заберут. Все прочитали здесь у нас в итоге Рунэ Тросс молодцы. Бейн, но грим стоял на постраховке, понимал прекрасно, что кто-то может прилететь. Собственно, сразу сбивает ультимэтрите. Снизу вышку, видимо, тоже. Нет, вышка от Дефли, слушай, пока что Рунэ Тросс. Т2 все еще стоит. А там-то 2 падает как раз. Там Тинни, да, тот еще, деконструктор. Опа, Ирана. Попала в тайминг, Клауд прилетел, минус Вячеслав. Неплохо, очень-очень неплохо по макродействию Трунэ Тросс. И это 2 также забирает топит Рублейд, пытается напасть на Тинни, Тинни. Ну, не, не, тут надо бежать, надо бежать. Сандер. На развороте АБКБ-то нет, АБКБ-то нет, но Минсоэгис, наверное, да? Ну, похоже, а то, да. Нужно уходить, и не, наверное. Да, нет, это совсем, нормально. Имблокер оттуда же. Ну, с ТБ, который разбрался. И уходит, потому что таблетки не попадают. А про это была речь, что нужно уходить, потому что ТТБ появится. Но вообще все шикарно сделал Рунэ Тросс. Сделали Рунэ Тросс, конкретных каррикашнити, не красавчик. Полностью хладнокровно отыграл. Уверенно, так сказать. И вот 3000 уже, 3000 за Рунэ Тросс. И, кстати, коэффициент 12-0 есть. 12-0 уже на чипсы и 1-0-1 на Рунэ Тросс от Минлайн. Ну, собственно, мы все за сегодня уже успели повидать в плане кэфов. Ну, что ж. Аегис выбили, подрались хорошо, вырвались вперед по Нетворсу. Тинь я обогнал наконец-то ТБ. Тинь и дальше будет собираться, собственно, в дэмэдж. Сильвер Эйдж, отличная опция. Кираса, интересно будет кто-то собирать. Либо сам тени, может быть, соберет дальше. Саша, интересный выбор артефакта от Инвокера. Там просто блаттонн сделал. Изорчина. Ну, в теории, если подловить какого-то тени без блокинг-бара, ты быстро его заберешь. Под фулл фокусом от команды. Как вариант. Мне кажется, просто если ты, так и так, подловишься, не ты очень быстро его заберешь на самом деле. Ну, затыкать, опять же, хорошая опция, Саленс накидывать. Так. Смог атака, но тут Мирана все спалила. Мирана успевает еще Юл закинуть. А здесь еще и Саленс. Пошел привязка от Грима. Арена шикарная ставится. Тиньи контролят, контролят Эмбера. Эмберу нужно... Надо было Бэйна сбить ультимейт. В это время Тиньи разбирается с инвокером. Пока форму УТБ, блокинг-бар, нужно, наверное, отступить. Добить бы. Добить бы Дес Профит. Дес Профит очень мало ХП, экзорцизм, стрела летит. Стрела полетает ДБ, который на копье летел. Он просто летел на копье, его пригласили стрелой. Я КВ. Ну все, БКБ нет, ему конец. Даже Сандер не спасет. Ой, какая... Какой анлак. Это вот реально анлак просто. Да, да, да. Все, тимвайп. Нет, Кит. Это просто на хайлайт. Поиграл в теннис немножко Тиньи сейчас с пангольером. В роли мячика, правда, пангольер был. Ну и падает сторона. Команда чипсов моментально. Это мера. Ну вот эта драка, это реально киквы какой-то. Ой, окей. Первая сторона опала. Да тут и тут все можно ломать. А, там Т2 стоит. Не, нельзя сломать, к сожалению, мид на что-то 2. Но есть классные опции, там ДД лежит внизу. Можно забрать. Либо Эмберу, либо Тинью. И тому и тому неплохо зайдет. Еще разочек подраться, как говорится, под эту ДДшечку. Возможно, сейчас курьер не увидели ДД. Ладно. Ну, забираю тут пачку. Ну, сейчас увидит Хейс, на самом деле. И, возможно, позовет как раз Тинни сюда. Или сам. Не, сам берет, сам берет Хейс. Тоже много дэмэджи вносит. С молниями, с БКБ. Вот это Эмбер Спирит, который вносит дэмэдж, который суперполезен. За счет того, что он взял первые молнии. Ну, скажем так, за счет того, что ему дали это сделать. Он может какую-то пользу вносить в этой игре. Тинни, здорово, говорит. Минус раз. Тут все уже. Те 2000 пошел в разнос. Правда, его могут забрать здесь. Он далековато зашел. БКБ есть, он его нажимает. Но это может и не спасти. Просвет когда Тинни погибает. Ну, на кураже задавили. Здесь задавили. Разберутся, может быть, с Вячеславом. Нет, не разберутся. Разберутся с Эмбером, Эмбер погибает. Но, как говорится, Руны Терс не были бы Руны Терс, если бы немножко не подфидели. Правильно? Да. Торнадо по умиранию. Два липа еще имеется. Блатон, еще его. Лип. Эрроу. И тычка прилетает. Мисс не прокнул. Так, что там, Порошан? Ну да, долго. 36 секунд основного таймера. Там еще дополнительный может прокнуть большой. Но спит, по идее. Я думаю. Опять же. Ну что ж, эта игра еще какое-то время продлится. Потому что интрига по-прежнему жива. Забрали только одну сторону, пока что Руны Терс. Главное теперь побороться за следующего Рошана. Тут уже караульный дух элементарий локера стоит. Брошпить. Ждет, так сказать, появление. Да, ожидает. Клауд. КБ имеется. Что вообще по предметам у нас? У Бангольера. Дефишио Блейд, Блингдаггер. Ничего нового. У ТБ Кристалис появился с этой драки. У Инвокера Блаторный. Он выходит БКБ. Ну, Death Prophet. Гем Холли Локет. Да, то есть ничего особенного. У Эмбер Спирита, в принципе, все то же самое. У Тини тоже ничего нового. Поэтому КАПа предметам все... Ну, у троек немножко просадка идет, да? У Таблетки и у Клауда. У всех остальных. Ну и у Сомби. Сомби очень сильно просел. Без Медаса Инвокер, конечно. Всегда по Нетворсу куда-то опускается на нижние строчки. Башер появился у Пангольера. Тоже неприятный артефакт, в том числе и для Тини. В том числе и для Эмбера. Рандомный Баш, который там залетит сашвэшбакл, того же. Это очень неприятно. Смог в это время от Руны Торс. Они очень хотят за это в Рошана подраться. Рошана чекывает в Рошпите. Никого нет. В это время Панга нашел тени, тени успевают среагировать, уходят в Инвиз. Поймали Пангольера, поймали Пангольера, Пангольер минус. Точно тени засыпать успевает здесь Бэйн. Ну, ему возможно тоже не жить. Ну, его ищут не, не в ту сторону. В ту сторону, да и пачку просто отпушится, чем бегать за этим мейдом, когда нужно отпушивать крепчиков и не дает смотреть тос-аут на ТБ, на Иллюзию ТБ, чтобы тот не спушил, даже не отвел пачку никаким образом. Все в тройке стакнулись. Чипсы? И без Панга собираются драться. Интересно, смог, конечно. Мне кажется, это не лучшая идея. Или это просто смог, чтобы отступить? Похоже на то, да. Чтобы переместиться на другую часть карты. Но к ним идут. Да, Вячеслав, тут видели, что он критсором отпушил, но тебе 2000 решил, опять же, просто работать по крепам. Это логично, когда ты ведешь, тебе не так важно уже бить героев, сколько важно бить пачки, чтобы они пушились. И вот в топе уже горит, например, Т3 Тавер у чипсов. А в боте и вовсе страна отсутствует. Дейдалус. Ну вот, Дейдалус тоже один из тех предметов, который ускоряет ТБ в плане урона по героям в драке. Но при этом саталь. 10 секунд до Рошана. Огоним у Эмберспирита. Следующая драка, наверное, станет, скажем так, завершающей вообще. Потому что от нее как раз пойдет то, кто к кому сломает сторону. Хотя у чипсов, если они выигрывают драку, то... Хорошие. Родный Тарс очень хорошая позиция. Они могут сейчас сразу спалить смок-атаку. И, по идее, да, Ти не увидели. Покатился панга. Ти не успеет ли БКБ нажать? Не успевает пока что. Ти не забирает практически. Да. Но он там на последнем ХП нажал БКБ. Привязка от грима неплохая. Без Ти не драцать с ней вариант. Это пайгерная драка сейчас будет. Постается, один Эмбер. Пытается, хотя бы ПП на забрать получается, но нужно отступать. Да, да, то, что вот... Это еще не конец. Ти не жестко за контролем или жестко. Это позволит Рошана сейчас забрать, как минимум. Чипсам, возможно, еще Миранда. Миранда тоже забирает. Башка, корка, кутеркил. Очередной камбэк в этой серии. Собственно, вот этот за гол в миде продолжается. Вот он сейчас стоил того... Рунутер с того, что все преимущество, которое было наиграно, ими снова отдали они оппоненту. И плюс шард с Эггисом на ровном месте так же. Качели просто невероятные. Мне подолагать, и под Буаторн ТБ вносит какой-то сумасшедший дэмэдж. Понятно. Но подставляться в Атагнатине тоже не самая хорошая история. То есть он БКБ-то нажал в самом конце сатаник даже нажал, но он просто не смог отхилиться. Ух, как быстро встроение падает. ТБ. Мы в ТТРМ. А ИГС имеется, БКБ, пулдаунилась. Экзорцизм есть. Пытается отпустить просто пачку Рунутерс. Пока не получается еще глип. Приходится нажимать фейс. Нет, Т3 не заберут, скорее всего. Время просто тянут хорошо Рунутерс, окей. Отступают пока что у нас чипсы. Но им торопиться опять же некуда. Они могут спокойно сейчас фармить треугольник вражеский. В свою очередь, я уверен, что сейчас Рунутерс с появлением Тинни с Таверны смог разобьет. В драку пойдут. Просто нажмите не в прошлой драке сразу Блокинг Бард, да, в момент нападения, то все сложилось бы иначе, скорее всего. Повезло то, что вот он подставился. Ну да. Смоук вылазка от Рунутерс, есть Монлайт. И, наверное, без Монлайта даже пойдут. Можно под конец Малайшаду сюда прожить? Сейчас начинаем. Рошана нет. Засканили, узнали, что есть. Есть герой в топе. Ну и Вячеслав подставляется. Да, Вячеслав, все. Вячеслав, все. Но байбек имеется. И экзорцизм. Так, Панга. Могут найти Панга Ольяр здесь. Рядышком Клаута. Они друг друга пока не видят, теперь видят. Такие оп-оп-оп-оп-оп. Что за мент только что произошло? Ладно. Хотели друг друга переиграть, но... Втоги переиграли сами себя. Да, Клаута имеется Аганим Шарт. Кстати, Лотуса Панга 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 поехал на Клауда. Фу контроль. Тинни. Тинни врываются жестко. Привязка. Нет, нет. Надо бежать. Тинни нужно бежать. Тинни больно. БКБшка сейчас закончится. Сатаник есть, но Тинни здесь не жить, к сожалению. Вообще никак. Два байбека была потрачена. Нужно еще как-то Клауд отсюда уйти. И Эмберу. И всем нужно уходить. Драка проиграна. Да, драка проиграна, но два байбека при этом. Или-то Клаут погибает. Скажу, что даблкил от ТБ. Эрро удовлетворяет здесь. Главная проблема в том, что Тинни байбека нет. Это возможно. Это скорее всего сейчас будет стоить странно как минимум в миде. Ну, как максимум тоже в миде, потому что на сайт-линиях Т2 ушки стоят все еще. В трон-то они, конечно, не пойдут, но вот центральную линию заберут. Ну, кстати, насчет трона я бы не был так уверен, учитывая, что есть экзорцизм. Нет, нет. Это слишком слабенько. Ну что нет? Так, сносит Т3. Очень быстро. Крис пытается пачку отпушить. Не допушил. 25-то имеется вообще Эмбера? Нет, Эмбера нет 25. Нет, вообще будет мем, если они сейчас реально трон сломают. Они реально в трон идут, они сломают трон спокойно. Экзорцизм работает, Т4 вышки горят, приходится ББ с Клауду, Клауд байбекается, подалагрится, Т4 вышка падает. Верблэйд все еще стоит, у него все еще есть эгида, есть БКБ. Пригвозили неплохо ТБ, ТБ контролит его стрелой дальше, но экзорцизм опять же сносит, сносит просто. Нет, у него... Нет, 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 не трон, трон пока не падает, но они пытаются его добить. И реально вся сила бросает, 20 секунд до появления Тинни, арета пошла, привязка. Это КГ? Нет, ну подожди пока, да, это КГ, ладно. Ну, что сказать. Чипсы? Я бы сказал, СНГ регион не был бы СНГ регионом, если бы таких вот вещей не происходило. Ну, проиграли эту игру парни из Рунитерс, они проиграли в первую очередь, когда драка была в меде, когда Тинни решил ворваться под Т-3, забрать Бэйна. Вот, вот и все. Ну да, вот когда он первый раз как раз погиб, после этого его еще раз забрали. Вот, это действительно стало ключевым моментом. Ну что ж, 1-1, чипсы. Поздравляю кого-то с 11-ю хатом. 11? Да, там реальный коэффициент, 12. 12-12, да, был. Фу, забей вообще. Ладно, будем смотреть на третью решающую карту этого противостояния, потому что теперь стало все гораздо интереснее, на самом деле. Я-то думал, честно говоря, что на второй карте, учитывая какой огромный был Тинни, возможно, даже и смогли бы закончить Рунитерс. Но Рунитерс, это Рунитерс. Так что посмотрим финальную третью карту после небольшой паузы. Рунитерс. 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 Рунитерс.